Вот так массово они не собирались со времен пандемии COVID-19. Сегодня актив Ленинского отделения общества инвалидов-диабетиков снова вместе. Рядом по традиции друзья, благотворители, которые помогают организации не первый год. Предприниматель Андрей Макалкин и сам страдает этим недугом. Не понаслышке знает, каково это жить с диабетом. Сегодня Всемирный день диабета. Соответственно, этих людей я знаю давно. Не первый раз уже привожу и продуктовые наборы. Ездили и в поездки с ними, и на Пасху куличи привозили. Всегда стараюсь помочь. А тем более здесь бабульки, которые всегда счастливы, так улыбаются и получают это удовольствие. В этом году ровно 100 лет со дня изобретения инсулина. Лекарство, которое миллионам людей, страдающим диабетом, позволяет жить полноценно. Оно нормализует уровень глюкозы в крови. Открытию мир обязан Фредерику Бантингу. В Англии есть памятник на месте дома Фредерика Бантинга, где зажгли огонь. И зажгла ее королева Елизавета. И огонь потушат только тогда, когда найдут лекарство от диабета. Мечта исцеления от диабета. Ну а пока в Ленинском отделении общества инвалидов диабетиков прикладывают максимум усилий, чтобы облегчить жизнь заболевших. Сегодня актив организации ушел не с пустыми руками. Благотворитель Андрей Макалкинг вручил людям продуктовые наборы. Всего 30 пакетов. Они достались самым социально незащищенным представителям общества. Очень приятно, очень приятно. Я вот одинокая. Мне очень тяжело за продуктами ходить. Я очень довольна. Мы все благодарны нашему начальству. И всем благодарны. Для нас как-то немножечко радости на душе. И приятно. Диабет молодеет. Сегодня им страдают не только пожилые. Причин много. Плохая экология, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Специалисты считают, уберечь себя от болезни в силах каждого человека. Юлия Погасьян, Александр Логинов, Елена Кошелева. ФитнетВ. Юлия Погасьян, Александр Логинов, Елена Кошелева.